Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Как вы, наверное, заметили, я тут на неделю выпал из обоймы. Не бывал в гараже, не ходил на работу, да и из дома практически не выбирался, поскольку болел. Я подцепил довольно неприятный сезонный вирус, вроде гриппа, и неделю провалялся дома. И только сегодня почувствовал себя более-менее здоровым и решил выбраться, развеяться, прокатиться до гаража. Работать сегодня, пожалуй, не буду, но как минимум отвезу туда посылки, которые за это время пришли, и вместе с вами их распакуем. Как назло, всю неделю стояла сухая и солнечная погода. Сегодня плюс 19. Я хотел на прошлых выходных выбраться на мотоцикле в горы, прокатиться, но не сложилось. Мотик даже подготовил, почистил, масло долил, попробовал запустить. А то он давненько уже стоит без движения. Ямашка тоже стоит. Надо бы ей заняться, как минимум заменить сальники передней вилки, поскольку вилка течет. Хотя не так уж и сильно она течет. В общем, дел много, а времени, как всегда, мало. Но ничего, было бы здоровье, а время найдется. А сегодня давайте займемся распаковкой. Начнем с тех посылок, которые я заказывал сам и знаю, что внутри. Например, вот это. Ничто иное, как трехлапый винтовой съемник. Он пришел в разборе по частям. Отдельно лапы. Отдельно такой мощный винт. Не знаю, диаметром, наверное, 16-18 миллиметров. Все это сейчас надо будет собрать. Штуковина, как видите, довольно мощная и основательная. Хоть и грубовато. Я рассчитывал на другое качество исполнения. Здесь же упор сделали на прочность и надежность. Есть дополнительные отверстия, что позволяет изменять конфигурацию съемника, делать больше вылет лап, то есть работать на более длинных валах. Не знаю, распредвал получится распрессовать или нет. Думаю, получится с некоторой доработкой с помощью напильника. Это что касается съемника, а мы двигаемся дальше. Дальше. Большая коробка, в которой приехали, не знаю, будет написано или нет, приехали здесь кобылки. Как вы думаете, что такое кобылки? Кобылки – это подставки. Это вот такие подставки под машину или мотоцикл. Когда вы поднимаете домкратом свой транспорт, а потом устанавливаете подставочку, кобылку. Прикольное название. До трех тонн заявленная масса. Для наших целей работы с мотоциклами точно хватит. Да и машину свою вполне, думаю, можно на нее поставить. Китайские, естественно, но приехали с Allegro. С польского магазина. Пополняется у нас в гараже перечень инструмента и всяческого оборудования. Ну, а мы с вами переходим к финальной посылке. Эта коробка приехала из Украины от Валеры Гончаренко из города Умань. И вот здесь я не знаю, что внутри. Здесь какие-то подарки, какой-то сюрприз. Распаковываем. Убираем бумагу. Ну, начнем с самого интересного. Какой-то чехол матерчатый. Сила. Кемпинг. Что это может быть? О! Я так подозреваю, что это складная мебель. Что-то похожее на стул или шезлонг. Нет, наверное, все-таки стул. Ух ты! Как прикольно! Все на резинках. Все практически автоматически входит в свои места. Видите? Ну, само просто покрутил в руках, и вот оно уже собралось. Остается только натянуть чехол. Ага, здесь есть пазы. Где вверх, где вниз. Думаю, вот так. Конструкция очень легкая. Давайте проверим ее на прочность. А знаете, держит крепко, а главное, удобно. С каким удовольствием теперь можно будет утром на мотофестивале или где-нибудь в путешествии выбраться из палатки, заварить себе чашечку кофе и пить его с удовольствием, сидя в кресле. Складывается это кресло тоже очень быстро. И место занимает совсем немного. Отличный подарок. Спасибо. Двигаемся дальше. Это у нас походная плитка. Газовая горелка. Но не простая, а экранированная. Есть у нее такая чаша, которая позволяет прикрыть горелку от ветра и максимально использовать температуру пламени. Был у нас такой случай в Монголии, когда из-за бокового ветра не получалось закипятить воду для чая. И пришлось в итоге горелку вместе с баллоном установить внутрь коляски и там кипятить. Здесь же прикрыл и все работает. Ну и плюс эта горелка под длинные, дешевые газовые баллоны. Давайте попробуем. Вставляем, поворачиваем. Снизу есть ноги для устойчивости. И есть у нас пьезоэлемент. Я сейчас максимально разведу лепестки. О! Уже работает, уже горит. Но прежде чем приступить к эксплуатации со всех лепестков, необходимо удалить защитную пленку. Иначе она расплавится. И потом сделать это будет гораздо сложнее. Пленочка эта как изнутри, так и снаружи. Причем внешнюю удалить сложнее. Но думаю тоже стоит. Оставляем чистую, блестящую нержавейку. Вот такая получилась красота. Двигаемся дальше. Что это у нас такое? Это кажется конструктор. Конструктор по сборке велосипеда. Прикольно. Такого я еще не видел. Я даже знаю, кто этим займется. Мишку озадачу. Здесь, я так понимаю, дополнение к газовой горелке. Это набор кухонной посуды. Походной. Для походной кухни. Кастрюлька. Сковородка. Грибочков пожарить, как в лесу насобирал. И даже небольшой, кажется, чайничек. Алюминиевый. Тоже здорово. Классно. Главное, что все вкладывается одно в другое. И занимает минимум места. Вот так. И, наконец, на самом дне нашелся набор магнитов для мастерской. Магниты для крепления инструмента. То есть, прикручиваешь такой магнит где-нибудь к стенке и на него вешаешь гаечные ключи, плоскогубцы, все что угодно. Я думаю, можно одну такую полосу здесь повесить, а две потом займут место на фартуке. Я хочу найти такой светлый материал. Что-то наподобие такой мебельной плиты. И закрепить ее над столом. Почему она должна быть светлой? Чтобы отражать максимальное количество света на стол. Чтобы работать было удобнее. Вот сюда и повесим эти магниты. Чтобы инструмент весь находился прям под рукой. Спасибо, Валерий, большое. Замечательные подарки. Очень ты меня порадовал. Ну и в финале этого видео хочу вам показать одну вещь. Я пока болел, из дома не выходил. Но руки все равно чем-то занять было надо. Поэтому мы с Танюшкой в четыре руки сделали вот такой чехол для сидения лягушки. Прошу не судить строго. Немножко кривовато. Есть некоторые огрехи. Но в целом, мне кажется, получилось интересно. Два типа кожзама. Две фактуры. Так это выглядит снизу. Стянута шнуром. При этом совершенно не мешает креплению. Честно, я бы на свой Урал такое сидение поставил. Если бы у меня, конечно, был Урал. А поскольку у меня Урала нет, я этот чехол сниму и отправлю в подарок своему другу Гжегожу из Мальборка. И этот чехол будет ездить на мотоцикле под названием «Судьба», если помните такой. И, пожалуй, на сегодня хватит с меня гаража. Сейчас важно восстановиться без каких-то переутомлений и переохлаждений. Игорю еще раз огромное спасибо за посылку. Спасибо всем, кто поддерживает канал и помогает оборудовать мастерскую. А на этом на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok